Ну что ж, обратимся к слайду, на котором мы поставили паузу. Основной диагностический подход к патологии кишечника у кошек. Первое, это мысль о том, есть ли энтропатия с потерей белка или нет. Энтропатия с потерей белка, по своему определению, вообще протекает более тяжело и требует более агрессивного подхода к лечению. Необходимо думать, потому что если у вас энтропатия с потерей белка, то альбумины будут снижаться, снижаться и снижаться, ну и, соответственно, соразмерно этому будет усугубляться прогноз. Вопрос, есть ли это не энтропатия с потерей белка, то следующий вопрос, есть ли здесь проблема в нарушении переваривания или нарушении впитывания, всасывания. Есть экзокорийно-панкреатическая недостаточность, недостаточность – внешне секреторная функция поджелудочной железы, редко когда у кошек, но, тем не менее, она имеет место. Если это нарушение всасывания, то есть ряд причин, в смысле, бактериальные, паразитарные и другие. Вообще, у кошек, что примечательно, алгоритмы выглядят немножко иначе. В частности, у кошек реже встречается энтропатия с потерей белка, в отличие от собак. И у кошек по-другому встречается нарушение внешней секреторной функции поджелудочной железы. Ну и паразитов, с исключением лямбли, не так много встречается у кошек. Если есть хроническое заболевание тонкой кишки у кошек, чаще всего это все-таки бактериальные, пищевые причины, различные инфильтративные заболевания. Что характерно и для кошек, и для собак, и вообще для всей тенозологии – это кабаламин. Наверное, в любом учебнике, в любой публикации так или иначе говорят об измерении уровня кабаламина и о субплементации кабаламином у животных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Вообще, много лет назад была необходимость субплементации кабаламина, когда он выходил за границы нормального диапазона, вниз. Потом начали вводить субплементацию уже, когда он находился по нижней границе нормы. Сменились рекомендации. Потом рекомендации стали говорить о том, что необходимо давать кабаламин, когда он по нижней границе нормы. Потом стали давать субплементацию уже, когда он не находился в хорошем диапазоне. Что значит в хорошем? Это значит, находился в нижней половине нормы. А сейчас уже мысль идет к тому, что даже если метилмалоновая кислота содержится в высоком содержании, это значит, что кабаламина внутри клеток мало, и, соответственно, уже сейчас нужно назначать кабаламин. Вот так вот прогрессировала научная мысль. Что я могу сказать? Я думаю, что измерение кабаламина будет стоить 36 долларов. Это вот у нас в США. Естественно, с клиента я возьму больше. Это для меня цена 36 долларов. Далее. Предположим, что кошка весит 5 килограммов. 5-килограммовые кошки кабаламина подкожно требуется порядка 250 микрограмм раз в неделю. В среднем такая вот инъекционная форма. В США я могу купить 100 миллилитров раствора. Там содержится 1000 микрограмм на миллилитр за 2 доллара 84 цента. Соответственно, если пересчитать, то можно увидеть. За 2 доллара я могу купить достаточное количество кабаламина для того, чтобы 5-килограммовую кошку лечить ближайшие 7 лет. То есть 400 недель. Таким образом, либо 36 долларов потратить и понять, нужно вам или не нужно. И в любом случае купить этот кабаламин потом. Потом еще раз повторить измерение, чтобы убедиться, что содержание кабаламина достаточно высоко. Потом еще когда-нибудь повторить. По-моему, разумнее просто дать кабаламин эмпирически. Меньше чем за 3 доллара лечить кошку на протяжении целых 7 лет. Или потратить 36 долларов, чтобы понять, надо полечить или нет. Я думаю, что здесь эмпирическое назначение лечения может быть оправдано. Мы, кстати, говорили со Сьюзен Литтл. И, кстати, в Испании мы с ней выступали вдвоем не так давно. Я увидел, что любой кошке с патологическим процессом кишечника всегда можно давать кабаламин безо всякого вреда. Много лет назад, когда я был еще молодым ветеринаром, мы вообще чуть не всем назначали кабаламин, считая, что это симулятор аппетита. Что это ароксиденное вещество. Поэтому кабаламин, откровенно скажем, не повредит. Даже если он назначается эмпирически. Более того, очень много кошек с диареей. Довольно часто встречаются они в практике. И диарея у этих кошек исчезает только при назначении кабаламина. Больше ничего не делайте. Кабаламин вообще играет очень важную роль у кошек. Он не так важен у собак. У кошек важен. Поэтому, если говорить с вами откровенно, прежде чем начинать всякие разные интересные пробы, тесты, анализы ставить, если у кошки выраженная тонкая кишечная диарея, можно попробовать с эмпирического назначения кабаламина и посмотреть, что будет. Ну а теперь вернемся к этому алгоритму. Итак, мы говорим, что основная причина – это пищевое, бактериальное и инфильтративное заболевание. Если мы посмотрим, что пишут в учебниках, вы увидите что-нибудь вот такого плана. Создаются впечатления, что есть как бы три мира. Мир кошек, которых можно лечить диетами, мир кошек, которых можно лечить антибактериальными препаратами и тех, которых можно лечить астероидными препаратами. Я бы не сказал, что в принципе это правильное мышление. Я думаю, что в клинике дело выглядит несколько иначе. Вот так вот оно выглядит. Скорее вот так. Очень сильно эти миры, скажем так, совпадают. Можно увидеть, что антибактериальная терапия и группа лечения диета-терапии очень часто совпадают. Есть, конечно, некоторое количество животных, которые реагируют только на высококачественные рационы. Я говорю здесь об элиминационной, например, диете. Я здесь не говорю о рационе с высоким содержанием пищевых волокон. Я говорю, например, о гипоаллергенной и элиминационной диете. Может быть такой полюс, такая группа животных, которым нужен только новый белок, и тогда у них все пройдет. Элиминация, и только тогда это все пройдет. И, по сути дела, другой возможности помочь животному нет. Тогда, конечно, вы обсуждаете с воздействием, что животное принимало за последний год, например. Выбираете гидролизованные, например, белки. Но гидролизаты стоят, как вы понимаете, дороже. Поэтому здесь нужно понимать, действительно ли то животное, с которым вы работаете, находится на таком полюсе. Хотя есть такая группа животных, которые реагируют только на лечение высококачественными рационами. Если их патология, естественно, связана с, например, пищевой непереносимостью. Есть другая группа животных, которые реагируют только на антибиотики. Здесь я больше имею в виду метронидозол. Метронидозол, считается, обладает иммуномодуляторным действием. Честно говоря, я думаю, что весь смысл в том, что он убивает анаэробов. Вот и вся иммуномодуляция. В США есть другая группа животных. Животные, которые реагируют на другие антибиотики. В частности, здесь речь идет скорее о сельскохозяйственных животных, о индейках, о курах, которым также требуются отдельные виды антибактериального лечения. Поэтому я бы сказал, что на самом деле это тоже такая маргинальная группа животных. Это другой полюс. Большое количество животных реагирует и на то, и на то. Вот в этом плане эти миры пересекаются, и можно животного лечить либо тем, либо другим. Некоторые животные реагируют только на комбинированное лечение и рационом, и антибиотикотерапией. Поэтому нельзя говорить о том, что кого-то лечим только рационами, кого-то только антибиотиками. Здесь жизнь преподносит нам свои сюрпризы. А есть еще группа животных, которые лечатся стероидами, и заболевания которых уходят при лечении только стероидами. Ну и опять-таки, при некоторых нозологиях они лечатся только стероидами, при некоторых им нужна комбинированная терапия. Ну то есть вот это все пересечение и взаимное совпадение этих образно, скажем, миров. Конечно, есть понятие бактериальной резистентности и антибиотикорезистентности. Однажды мне пришлось лежать в больнице. Меня покусала собака, и у меня была очень, развелась очень резистентная инфекция. Пять дней по этому поводу лежал в больнице. Вы знаете, это меня впечатлило сильно. И вопросы антибиотикорезистентности меня стали беспокоить. Я думаю, что может наступить такая эра, когда антибиотики вообще окажутся непригодными для своих целей. Что же тогда делать? Вернемся к нашей теме. Если есть заболевание тонкой кишки без потери белка, первое, что нужно сделать, это исключить паразитарную патологию, поставить диагноз или исключить их другим способом. Второе. Начать элиминационную диету и начать лечение кабаламином. Если это не принесет результатов, можно добавить антибиотикотерапию. Таков алгоритм. А если уже это не получится, можно уже брать биопсию или назначать лечение стероидами. Вообще у нас в Техасе начинать лечение стероидами без биопсии очень волнительно, потому что у нас и дисоплазмоза там хватает, и других паразитарных инфекционных заболеваний. И шестостомоза у нас хватает. У нас есть и прототекозы, и многое другое. Поэтому, честно говоря, начинать терапию стероидами без забора биоптата я не люблю. Иногда об этих инфекционных патологиях не приходится беспокоиться. Но у нас все-таки есть поводы для беспокойства, и вот эта последовательность является, пожалуй, наиболее характерной для тех мест, где работаем мы. Ну что ж, если мы исключаем паразитарные заболевания, мы лечим где-то животное на протяжении недели. Далее. Рационный кобаламин. Такое лечение занимает где-то три недели. Неважно, будь то элиминационная диета и пробы, пищевые пробы. Кто-то из животных прореагирует на эти пищевые пробы за неделю. У кого-то состояние улучшится за две, три недели. А кого-то надо четыре недели лечить с тем, чтобы добиться каких-то результатов от диеты терапии. И есть вероятность, что это сработает. Просто надо подобрать правильные антигены, правильный рацион. Не надо выбирать один рацион. Вы, например, увидели, что животное на этот рацион не прореагировало. Все, переходим к следующему пункту диагностического алгоритма. Нет. Выполняем пищевые пробы. Один рацион, второй, третий на протяжении более чем недели. Переходите от одних рационов к другим, более, например, дорогостоящим. Переходите постепенно, например, к гидролизатам. В какой-то момент, например, животное может хорошо ответить на такое лечение. Может быть, нужен новый белок. Может быть, нужны гидролизаты. Я, кстати, начинаю с гидролизатов, потому что они лучше работают. Если гидролизат не дает эффекта, тогда назначаю новые белки. Просто хочу подчеркнуть. Если одна элиминационная диета не сработала, это не значит, что не сработает другая. В среднем три недели на эту пробу требуется. Не сработала одна диета, переходите на другую. Еще три недели. То есть уже получается шесть недель. Предположим, что это исключили, это не сработало. Назначаем антибиотики сроком даже до трех недель. Я не говорю, что надо всех животных подряд шпарить антибиотиками три недели. Но просто хочу сказать, что есть такие случаи, в которых антибиотикотерапия реально может занять 21-22 дня, прежде чем животное ответит на эту терапию. Если уже этого не получится, уже тогда надо назначить биопсию. И только уж потом назначать стероиды. Биопсия, кстати, может занять в среднем до недели. Таким образом, все это лечение суммарно может занимать аж до трех месяцев. И хотя, конечно, и в США, и в России, вот чем мы с вами, наверное, похожи, так это тем, что приходит пациент и говорит, у меня болеет животное, хочу, чтобы вы вылечили. Вы спрашиваете, когда хотите, чтобы вы вылечили? Он говорит, вчера. В этом плане мы с вами совпадаем. Поэтому наиболее научный и наиболее правильный подход заключается именно в постепенном алгоритме. Итак, исключаем паразитов, даем диеты, кабаламин. Пробуем антибиотики, пробуем рационы, пробуем комбинации. Если это все не получается, тогда уже антибиотики, биопсии, стероиды. Но, к сожалению, мы живем не в идеальном мире и вряд ли клиенты часто с этим могут согласиться. С другой стороны, некоторые пациенты себя так плохо чувствуют, что они просто через месяц умрут. У нас нет возможности брать и лечить их там месяцами. Или владельцы говорят, слушайте, давайте по-простому, денег у меня мало, у меня есть последняя попытка вылечить животное или давайте его усыплять. Иногда так вопрос ставится. Если такое положение дел, и животное просто не выдержит нескольких месяцев лечения, или у владельца просто нет денег, желания, чего угодно. Если владелец уже просто, можно сказать, умывает руки и говорит, что делайте уже что-нибудь и как можно быстрее. Ну, тогда вариант назначить противогельминтные препараты, антибиотики, рацион и кабаламин сразу. Насколько оправдана такая мысль? Насколько оправданно такое назначение всего в кучу? Я бы так сказал, что это такое лечение, которое в США условно называется понятием выстрел из дробовика. То есть, когда вы прямо сразу взяли все в одну кучу и назначили пациенту. Хорошо ли это? Нужно ли это? Ну, лично я не думаю, что это такая терапия из дробовика. Все-таки я считаю, что у меня просто мало времени, что у меня много дифференциальных диагнозов. И таким способом, одним, так сказать, выстрелом я смогу убить нескольких зайцев. Иначе мы просто не поможем животному. Поэтому я считаю, что все-таки эта терапия оправдана, особенно если животному станет лучше. Если животное улучшилось на таком комбинированном лечении, то, как правило, я начну с отмены противогельмитных препаратов и антибиотиков и постараюсь убедиться на рационе и на кабаламине, стабилизируются ли пациенты или нет. Можно так сделать. Ввести животное в ремиссию быстро и дальше поддерживать состояние ремиссии. У некоторых животных кишка сильно поражена и нужно и сразу антибиотики назначать, и кабаламин, и рационные антибиотики. Это даже оправданный подход у таких животных. Как только начинается заживление кишки, животные могут сразу перейти в комбинированное состояние. Их как раз нужно чуть-чуть поддержать. Уже не надо так агрессивно их лечить. Поэтому первое, что я бы отменил, как раз было бы противогельмитными средствами и антибиотиками. И поддерживать животное в течение последующего месяца, двух-трех, реально проще, чем, например, использовать первый алгоритм. Если животное совсем в тяжелом состоянии, тогда, может быть, я бы тут же еще и выполнил биопсию. Это, конечно, не самый частый вариант, но такой аварийный пожарный вариант в полном смысле этого слова. Перейдем к конфильтративным заболеваниям. Если мы поговорили о рационе, поговорили о бактериальной терапии, конечно, здесь алгоритм лечения более-менее понятен. С паразитарными заболеваниями алгоритм более-менее понятен. Кстати говоря, если мы говорим о бактериальной инфекции, то здесь скорее уместно пробовать эмпирическую терапию антибиотиками, потому что, как я сказал ранее, высеять из фекалий можно все, что угодно. Теперь, инфильтративные причины какие? Либо это синдром раздраженной кишки, воспалительные заболевания кишечника, либо это крупные или мелкоклеточные лимфомы. В этом плане биопсия является хорошим подспорьем. Вообще по биопсии хочу сказать следующее. Сегодня, наверное, я на биопсию отправляю лишь 5% от тех животных, которых отправлял бы раньше. Я имею в виду, что раньше у нас были привычки брать биопсию всего на свете направо и налево. А теперь мы стали понимать, что не надо этого делать. Нужно избирательно подходить к тем пациентам, которые являются кандидатами на биопсию. В конце концов, надо проверить, а вдруг есть реакция на антибиотики, а вдруг есть реакция на рацион. Вот это проверьте. Не надо направо и налево брать биопсию. Но если предположим, что мы все-таки переходим к мысли о биопсии. Когда брать биопсию? Если это проблема не инфильтративная, если это проблема в рационе или проблема, связанная с бактериальной инфекцией, это одна история. А если это рак, заболевание кишки, другого генеза, тут уже биопсия важна. Это первое. Второе. Низкий альбумин. Если альбумин меньше двух, тогда следует взять биопсию. Почему? Потому что, опять-таки, если такой низкий альбумин, то это означает, что болезнь тяжелая, это означает, что болезнь затрагивают важные органы и системы, это означает, что необходимо назначить лечение как можно быстрее, потому что иначе, если вы будете медленно подбирать эмпидрическую терапию, животное просто может не дожить до своего выздоровления. Третье. Это быстрая потеря веса. В частности, вы смотрите и понимаете, что животное от кахексии умрет очень-очень быстро. В таких ситуациях, опять-таки, оправдано сразу взять биопсию. Да, вы не всегда сможете собрать достаточный объем информации, но если состояние животного тяжелое, то, естественно, биопсию можно взять сразу. Еще одна причина, еще одно показание, скажем так, к биопсии, на мой взгляд, это терапевтические неудачи. Вы попробовали какую-то эмпирическую терапию, назначили разные варианты лечения, и понимаете, что это все не работает, переходите к биопсии. Далее. Если что-то вас заставляет заподозрить инфильтративную патологию, ну, давайте скажем так, на физикальном обследовании, вы очень сильно начинаете подозревать лимфому или подозревать инфекционное заболевание, например, гисиплазмоз какой-нибудь, начнете подозревать, тогда уже можно взять биопсию. Иначе говоря, по возможности лучше начать с различных проб, но если все-таки случается нанести альбумин, потеря веса, терапевтические неудачи, или вы сильно подозреваете инфильтративное заболевание, можно и оправданно взять биоптат. Два варианта биоптата. Либо забрать его эндоскопически, либо при открытой лапаротомии. При том, что даже я эндоскопист, и даже при том, что я эндоскопию выполняю много и часто, хочу сказать, что взять хороший биоптат методом эндоскопическим не так легко. Эндоскопически все так легко, быстро, и точно так же легко и быстро можно взять плохой биоптат. Все-таки открытая лапаротомия, конечно, рискованная процедура, процедура дорогая, тяжелая, но все-таки биоптат можно взять довольно неплохо. Конечно, можно и быть хирургом с кривыми руками, и взять плохой биоптат даже при открытой лапаротомии, но вероятность этого куда меньше. Поэтому при всей любви к эндоскопии, все-таки я ее, честно говоря, не всегда оправдываю. Если вы хороший эндоскопист, если у вас есть хороший эндоскопист, и вы точно уверены, что он может взять хороший биоптат, ради бога. Но если все-таки вы не знаете хорошего эндоскописта, лучше сделать открытую лапаротомию, потому что не всегда дешевый и простой метод даст хорошие результаты. Любой метод хорош в руках все-таки только того, кто им действительно владеет. Приведу пример. Короткошерстная кошка, 10 лет. У животного рвота и диарея начались 3 недели назад. Провели различные методы обследования, ничего примечательного не нашли, даже эндоскопически все выглядело довольно неплохо. На биопсии поставили умеренные эзенофильные дуаденит и лимфоцитарный дуаденит. То есть некоторые признаки воспаления. Вот как выглядит биоптат, взятый у этой кошки. Посмотрите, здесь есть такая довольно какая-то спокойная картина какой-то энтеропатии. Но вы на это смотрите и думаете, ну да, энтеропатия какая-то, ну и что? В таком случае гистология просто не коррелирует с выраженной клиникой. Я действительно вижу по животному, что кошке реально плохо. А при этом по биопсии создаётся ощущение, что всё нормально. И мы говорили, что если вы сомневаетесь, пациент всегда прав. Состояние кошки нам говорит о том, что она плохо себя чувствует. Поэтому необходимо отойти от этой биопсии и понять, что проблема в чём-то другом. Вот это биопсия подвздошной кишки этого животного. И вот это уже другая история. Вот здесь мы как раз видим мощную инфильтрацию. Если вы выполняете биопсию, биопсию киштей, часто ошибка заключается вот в чём. У животного тяжёлая клиника. Час мы увидим, в чём там проблема. Взяли кусочек, два кусочка ткани и ничего в итоге не нашли. Это ошибка. И вот я вам привёл пример того, как можно легко ошибиться. А дело в том, что патологический процесс локализовался в одном небольшом очаге. Именно поэтому, когда мы берём биопсию кишечника, мы берём биопсаты из трёх-четырёх участков. Двенадцатиперстная кишка, верхняя и нижняя отделы точной кишки и подвздошная кишка. Ещё хорошо, если попадают какие-то фрагменты оброжающих лимфоузлов, может быть, биопсия печени и так далее. Поэтому приходится брать несколько образцов. Если это эндоскопия, представьте себе, как вы эндоскопически берёте из всех этих локализаций биопсаты. Уже само по себе сложно. Биопсия из подвздошной кишки вещь такая довольно нелёгкая. Вы знаете, это первая радужная форель, которую я поймал на Аляске. Я был доволен собой, я был гордый, почему я об этом говорю. Потому что в 30 метрах от меня, справа, шёл мне навстречу бурый медведь. И дядька меня фотографировал, говорит, ну ты попозируй, туда-сюда фотографируй. И я ему говорю, слушай, давай быстрее. А он не понимает, что быстрее. Я говорю, быстрее, быстрее, быстрее. Он никак не поймёт, почему. Я говорю, медведь сюда идёт. Вот точно так же и мы себя, бывает, ведём. Надо торопиться, а мы стоим и позируем. Итак, основной подход к заболеванию толстой тишки. Опять-таки, надо чётко и методично к этому подходить. Если это заболевание толстой тишки, то надо просто сунуть палец, так сказать, ректально. Ну, или выполнить ректальное исследование, если размер животного не позволяет, так сказать, засунуть палец. Я имею в виду, что нужно выявить. Полипы, опухоли, заболевания периональных желёз. Далее выявить наличие паразитов, в частности, тритрихомонады. И далее заподозрить инфильтративное или неинфильтративное заболевание. Среди неинфильтративных причин это алиментарная патология, бактериальная. Среди инфильтративных заболеваний это воспалительное заболевание тишки, рак или грибковые инфекции. Иначе говоря, можно вот эти всеумные слова заменить на понятие терапевтическое лечение, эмпирический подбор терапии и диагностические лабораторные анализы. Как правило, животные в большинстве случаев могут хорошо реагировать на терапевтические пробы. Как только мы говорим об элементарных или бактериальных причинах заболевания толстой тишки, лучше всего назначать эмпирические алиментарное лечение или медикаментозное лечение. Если мы говорим о заболевании толстой тишки, в отличие от заболевания тонкой тишки, нужно помнить о том, что есть некоторые отличия. В частности, если мы говорим о рационе, об элементарных причинах, при тонкой кишечной патологии, как вы помните, элиминационная диета назначается, и назначается она где-то недели на три, и эта диета не всегда себя проявит сразу. Если это патология толстой тишки, то можно попробовать либо диету с высоким содержанием волокон, либо попробовать рацион на очень небольшой срок. Я буквально за пять дней пойму, действует ли рацион с большим количеством волокон или нет. За пять дней вы уже поймете, поможет вам грубоволокнистая пища или нет. Если грубоволокнистая пища не помогает, тогда мы уже переходим на элиминационную диету, точно так же, как и в случае тонкой тишки. Поэтому элиминационная диета в этом смысле поможет и в том, и в том случае, просто это все не сразу. Это занимает много времени. Поэтому я всегда пробую начать с высоко, с рациона богатого большим количеством пищевых волокон. Если я подозреваю патологию толстой тишки. Ответ эти алгоритмы похожи на тонкую тишку при толстой тишечной патологии. Не важно, это потеря веса, не важно, это гипоальбуминомия. Всегда следует думать о визуализационных методах исследования или о биопсии. Почему? Потому что, если это бактериальная инфекция, если это элементарная причина, в толстой тишке, она не вызовет потери веса, она не вызовет потери альбуминов. Если здесь есть потеря веса или потеря альбуминов, маловероятно, чтобы были причем бактерии или была причем элементарная причина. Нужно совершенно четко искать либо рак, либо воспалительные заболевания тишки, либо грибы. Это такое основное отличие от тонкой тишки. Поэтому мы здесь начинаем очень агрессивно думать о методах диагностической визуализации. Чего мы ищем? Мы ищем воспалительные заболевания кишечника, мы ищем лимфосаркому. Вот это еще одна радужная форель, наверное, самая крупная, которую я поймал в Аляске. В США, конечно, поймать такую форель, это, знаете, с рыбаком случается, может быть, раз в жизни, и то не у каждого. Ну, это в США. На Аляске, понимаете, их таким размером вообще не удивишь. У них форели крупного размера, водятся больше даже, чем такая. Поэтому на Аляске здесь никого не удивишь такими размерами. Почему я это говорю? А вот обсудим другой клинический случай. У животного анорексия рвота 10 лет короткошерстной кошки. Я сказал рвота. Значит, это заболевание кишки. Помните, мы говорили, многие животные с заболеваниями тонкой кишки не страдают диареей. Поскольку толстая кишка, если она в норме, начинает абсорбировать воду. Напротив, есть много кошек с заболеванием тонкой кишки, с воспалением тонкой кишки. У них развивается только рвота, как единственное клиническое проявление их заболевания. Животное где-то 5 месяцев назад стало рвать. Животное теряет где-то около 3 килограмм веса за счет потери жидкости. Какое-то время животное реагировало на циметидин. Как-то была реакция на преднизолон, но больше этой реакции нет. И это животное направили к нам в качестве специализированного центра. Итак, животное теряет вес, животное рвет. при том, что не так обильно рвота этого животного, тем не менее, животное теряет в весе. Клинический анализ крови более-менее приличный, исследования фекалий более-менее нормальные, исследования на вирусы более-менее недолонних результатов. На УЗИ увидели слегка увеличенные мезонтериальные лимфоузлы. Я вот не говорил еще об одной пробе. Если мы ищем недостаточность пожелудочной железы, то тогда мы выполняем некоторые специфические пробы. Панкреатичная недостаточность пожелудочной железы редко встречается у кошек. Редко, но все-таки периодически она случается. Мы провели дополнительные пробы и исключили недостаточность поджелудочной железы, недостаточность функции поджелудочной железы. Тогда перешли к эндоскопическим методам. Эндоскопические кишка выглядела неважно. Поставили тяжело выраженный лимфоцитарный энтерит. Животное пролечили преднизолоном в комбинации с метронидозолом и в комбинации с алиментарной терапией, с диеттерапией получили хорошее результат. Вот как мы и говорили, некоторые животные реагируют только на диеттерапию, некоторые на антибактериальные препараты, а некоторых нужно лечить и тем, и другим. Да еще и стероиды, может быть, не повредит добавить. Это заболевание тишки, которое протекает без диареи. Единственное проявление это рвота и требуется комбинированная терапия. Давайте посмотрим, какие были варианты лечения. Прежде всего, пробуем диетотерапию. Если это тонкая кишечная патология, тогда назначаем элиминационную диету сначала, если это толстая кишечная, то, как говорим, пробовали с рациона богатого пищевыми волокнами. Далее переходим к обаламину. метронедозол хорошо работает в области тонкой кишки. Если это толстая кишечная патология, то используется этилозин. Вот два основных отличия. У собак дозировка порядка 15 миллиграмм на килограмм один раз в день. Теперь обсудим еще один клинический случай, прежде чем мы продолжим. Кот уже 10 лет страдает потерей. Вес опасен воспалительного заболевания кишечника некоторое время назад кошка улучшилась на лечении, а когда перешли к лечению стероидами, какое-то время он хорошо реагировал, а потом вдруг стал терять вес. При физикальном обследовании ничего необычного, и мы стали думать о рецидиве прежнего заболевания, по поводу которого его лечили. Кошке назначили стероид перорально и метронидозол и преднизолон. То есть вроде изначально пролечили это животное, животное опять стало терять вес, опять проявили симптомы заболевания и стали назначать комбинированную терапию. Вот так волнообразно развивается заболевание у этого животного. Когда животное уже поступило в нашу клинику, оно уже было в таком неважном состоянии, оно было в состоянии коллапса. Постепенно мы улучшили состояние животного на преднизолоне, а потом вдруг внезапно животное стало гулять такой шаткой пьяной походкой, развелось атаксия, животное стало опять падать, не может себя поддерживать. Что должно прийти в голову? Из всех препаратов, которые были назначены, есть только один препарат, который может вызывать неврологические проявления. Что за препарат? Метранидозол. У этой конкретной кошки, а весила она 5 килограмм. У этой кошки было лечение метранидозолом. Она получала 85 миллиграмм метранидозола два раза в день. 85 миллиграмм метранидозола на кошку массой 4 килограмма это 21 миллиграмм на килограмм два раза в день. Обычно мы даем 15 миллиграмм на килограмм один раз в день. именно поэтому ей дали перегрузку метранидозола. Не знаю, кто придумал так сделать. Именно из-за этого у нее развелись вестибулярные нарушения. Это по сути дела такая вот ятродиния и при назначении метранидозола она очень и очень возможна. Поэтому если речь о метранидозоле, лучше назначать его по нижней границе терапевтического диапазона, иначе можно получить вестибулярные растворцы центрального агенеза. Если вы назначаете лечение метранидозолом, практически во всех случаях есть риск такого побочного действия. Отмена препарата, как правило, устраняет эти нарушения. Если вы слишком долго назначаете метранидозол или передозировали животное, то есть риск того, что эти нарушения никуда не уйдут. Есть риск того, что метранидозол может сделать такие нарушения перманентными. Это я веду к чему? К тому, что нужно назначать метранидозол только раз в день по нижней границе терапевтического диапазона и любые неврологические нарушения должны вас навести на мысль о том, что метранидозол нужно сразу же отменять. Сразу же, иначе можно уже не избежать этих неврологических нарушений. Далее противовоспалительные средства. Частое противовоспалительное средство это преднизолон. Еще раз подчеркну, не преднизон, а преднизолон. Преднизолон работает не работает. Иногда любят метилпреднизолон. Мы вчера буквально затронули этот момент. Метилпреднизолон оказывает больший противовоспалительный эффект, чем преднизолон. Иногда метилпреднизолон работает в тех случаях, где не работает преднизолон. Поэтому иногда сразу назначают метилпреднизолон вместо просто преднизолона. причем я уже говорил, что дозировка метилпреднизолона должна составлять примерно 80% от дозировки преднизолона, которую вы дали бы этому животному. Но иногда назначается будусанид. Будусанид это астероидное средство, астероидное средство, которое выводится по кинетике первопрохождения через печень. стероид, который выводится при помощи эффекта первопрохождения через печень. Что это значит? Если вы назначаете будусанид перорально, он всасывается, он оказывает свое воздействие и на кишку, и на печень, печень его метаболизирует. Поэтому ядрогенного синдрома Хушинга, полиуреи, полиодексии и так далее на этом препарате почти не развивается. Я не говорю, что будусанид не дает системных эффектов. Я просто хочу сказать, что их меньше с будусанидом. Это хорошо, но препарат будусанид довольно дорогой. И в течение длительного времени думали, что будусанид это такой препарат, который является панацеей, который заменяет париднизолон. И даже бывало, что его передозировали, думая, что он не вызывает синдрома Хушинга. Нет, просто у него меньше побочных эффектов. Он вызывает побочные эффекты. Я бы не сказал, что будусанид это препарат выбора. Стероиды работают, и приднизолон работает. Если на него есть побочные эффекты, животные их не переносят, это уже другая история. Тогда можно выбрать другие стероиды. Например, у кошки диабет, и у нее воспалительное заболевание кишки. Да, у диабетика нельзя использовать стероиды. А если это воспалительное заболевание кишки, ведь надо использовать стероиды. Что делать? Вот как раз попробовать назначить будусанид. Вы знаете, что у него хотя бы меньше эффектов. Вы понимаете, что приднизолон будет работать, но диабетику приднизолон нельзя из-за побочных эффектов. А у будусанид их меньше. Они менее рискованы, скажем так. Если все это не получится, тогда необходимо назначить уже цитотоксические препараты. И вот хлорамбуцил у кошек является наверное препаратом выбора. Замечательный препарат для лечения этого заболевания у кошек. Довольно безопасный, довольно эффективный. В чем заключается проблема? Что не нужно его использовать слишком часто. Хлорамбуцил вам нужен только в так сказать избранных случаях. Эти препараты вы часто видите в учебниках. Я бы их упорядочил вот таким образом. Рацион кабаламин и метронидозол чаще всего помогут пролечить воспалительное заболевание кишечника. Как правило эта тройка может помочь. Иногда можно назначать противовоспалительные средства вроде преднизолона и совсем уж редко приходится переходить к цитотоксическим средствам. Я клоню к тому что сразу же давать весь этот список весь этот букет лекарств точно не стоит. Я хочу сказать что как правило диета терапии кабаламинометронидозола бывает достаточно для лечения воспалительных заболеваний кишечника. Хочу сказать что очень часто в США пользуются стероидами просто с целью удовлетворить клиента чтобы просто животному быстрее стало хорошо чтобы его так сказать быстрее отпустило но в этом нету реальной необходимости стероида можно оставить на будущее лично я стероиды стараюсь избегать лично я считаюсь что у нас в Техасе очень много инфекционных заболеваний и назначения стероидов неоправданные это плохо поговорим еще о воспалительном заболевании кишечника воспалительное заболевание кишечника это такие слова очень обтекаемые вы знаете их позаимствовали из гуманной медицины 50-х годов когда мы говорим воспалительное заболевание кишечника в гуманной медицине все понимают что вы говорите либо о неспецифическом язвенном колите либо о болезни крона ни няк ни болезни крона в ветеринарии нету когда мы говорим воспалительное заболевание кишечника мы уже 30 лет употребляем такой термин И, как правило, мы даже не очень понимаем, что мы имеем в виду, что же это такое, воспалительное заболевание кишечника у кошек. У меня есть свое определение. У других коллег есть свои определения. У каждого свое. Можно по фамилиям перечислять, и у каждого свое определение. Единообразия в этом термине у нас с вами нет. Что я называю воспалительным заболеванием кишечника у кошек? Вот лично мое определение. Для меня оно означает идиопатическое воспаление кишечника. То есть какое-то воспаление в ЖКТ, которое дает клинические проявления, и вы не понимаете, почему это происходит. С тем, чтобы адекватно поставить диагноз воспалительного заболевания кишки, необходимо предпринять два шага. Во-первых, необходимо подтвердить наличие воспаления. А как его подтвердить? А это взять биопсию. И вот очень многие прямо берут биоптат и говорят, о господа, вот насмотрели воспаление, вот воспалительное заболевание кишки. Нет, я думаю, что это не тот алгоритм. Для того, чтобы поставить идиопатическое воспаление кишечника, нужно не только найти воспаление, но и сделать второй шаг, о котором я сказал, а именно исключить возможные другие причины. Причины алиментарные, бактериальные, паразитарные, грибковые и неоплазию. Только тогда можно ставить этот диагноз исключения. Воспалительное заболевание кишки. Нельзя только по биопсии поставить воспалительное заболевание кишки. Нужно исключить другие причины. Это диагноз исключения. И в большинстве случаев, даже биопсию-то вы выполняете не сразу. Биопсию вы выполняете на каких-то более поздних этапах, когда вы исключили вот эти пять причин. Поэтому даже эти диагнозы, диагностические мероприятия выполняются, я бы сказал, в обратном порядке. Вот сиамская кошка 14 лет. У нее потеря веса, ухудшается аппетит. У нее был гипертериоз два года назад, но ее уже пролечили. Четыре месяца назад животное стало терять в весе, ухудшился аппетит. Животное стало весить 2 килограмма вместо 6 килограмм. Понимаете, утеря веса серьезная. Аппетит ухудшился где-то на треть, и животное рвет желчью. Мы выполнили все клинические визоляционные методы исследования. И в конечном итоге выполнили эндоскопическое исследование. Вот как выглядел просвет кишки. Это слизистая кишки. Если взять биопсию, можно увидеть вот что. Вы видите, что кишка просто грубо инфильтрирована клетками. И поставили диагноз лимфомы. У кошки лимфома. Вот давайте задумаемся, как ветеринары. Вот диагноз лимфома. О чем он вам говорит? Лично мне он говорит вот о чем. Диагноз совершенно бесполезный. Он ни о чем не говорит. Это пустые слова. Но вот сказать, что у кошки лимфомы, это знаете... Наверное, как сказать, господа, на вас одеты вещи. Ну, много вещей есть. У кого-то хорошие вещи, у кого-то подешевле. У кого-то они яркие, у кого-то они темные, у кого-то они рабочие. У кого-то одежда, наоборот, в стиле casual. Вещь и вещи рознь. Точно так же и лимфомы лимфоми рознь. Ну и что? У кошки лимфома. А что за лимфома? Какая именно? И именно от этого происходит вся разница. Как вы знаете, есть два вида лимфомы у кошки. Есть крупноклеточная, или высокой степени дифференцировки. И мелкоклеточная лимфома, или лимфома низкой степени дифференцировки. Собаки. У собак очень часто развивается мелкоклеточная лимфома. Практически всегда у собак лимфома крупноклеточная. Очень большое количество кошек страдают от лимфомы мелкоклеточной. Это важно. Почему? Потому что крупноклеточная лимфома довольно быстро убивает животное. Это такая лимфома, которая плохо реагирует на различные виды лечения. Хрупноклеточная лимфома в высокой стадии означает плохую дифференцировку, и значит, животное быстро умрет. Напротив, если у кошки мелкоклеточная лимфома, хорошо дифференцированная, низкой стадии, это означает, что животное с такой хорошо дифференцированной лимфомой может жить годы и годы и годы. Мелкоклеточная лимфома, это лимфома хорошо дифференцированная, и она позволит животному долго жить. И в этом вся разница. Как отличить крупно- и мелкоклеточную лимфому? Очень легко. Просто нужен хороший цитолог или патолог. Мелкоклеточная лимфома означает хорошую степень дифференцировки, значит, что она хорошо выглядит. Очень похожа на морфологию органа. Можно посмотреть на число клеток и на их распределение. Крупно-клеточная лимфома сама по себе плоха тем, что клетки выглядят очень злокачественно. Диагноз довольно легко поставить. Вот некоторые из этих слайдов мне показали мои коллеги. Вот это крупно-клеточная лимфома. Вернемся вот к этому слайду. Уплотнение стенки кишки. Почему? Потому что крупно-клеточная лимфома очень пролиферативно и агрессивно растет. Она мало дифференцирована. Давайте обратимся к ультрасонографии. УЗИ нам может помочь. Что нам УЗИ позволит увидеть? УЗИ – это очень специфический, но малочувствительный метод. Можно увидеть, что у животного мощная лимфома кишки, а на УЗИ все нормально. Напротив, если на УЗИ вы что-то увидели, то УЗИ как раз очень хорошо подтверждает находки. Если уж по УЗИ нашли, то, конечно, опровергнуть уже сложно. И крупно-клеточную лимфому, плохо дифференцированную, конечно, хорошо увидеть на УЗИ. Вот это нормальная ультрасонография нормальной кишки. При нормальной ультрасонографии можно увидеть несколько оболочек. Сирозную оболочку, мышечную оболочку под слизистый слой номер 3, слизистую оболочку 4 и поверхность слизистой 5. Таким образом, пять слоев хорошо представлено. То есть, по сути, это такой хороший срез нормальной кишки. Морфология архитектоника органа не нарушена. Теперь сравним этот слайд с другим. Вот с этим. Здесь можно увидеть кое-что другое. В частности, можно увидеть уплотнение мышечной оболочки. Уплотнение мышечного слоя. Сначала думали, что это характерный признак лимфомы. Нет, это просто означает инфильтративный процесс в стенке кишки. Больше ничего. Это может быть и лимфома, и воспалительное заболевание кишки. Однако, если вы видите вот такой срез, то уже другая история. Посмотрите, уплотнение стенки, и нет никакой архитектоники, и разделения на слои. Нет такого разделения на слои, как на предыдущих ультрасонограммах. Когда теряется архитектоника ткани, нарушается послойная архитектоника ткани, вот это уже проблема. Вот это уже очень характерно для лимфомы, для того, как выглядит лимфома на ультрасонографии. Иногда можно увидеть объемное образование при крупноклеечных лимфомах. Если есть объемное образование кишки, это очень и очень характерно для лимфомы, крупноклеточной лимфомы. Любая кошка с воспалением в области кишки может иметь большие расширенные лимфоузлы, увеличенные лимфоузлы. Я имею в виду увеличенные, так что их видно только на УЗИ. Ну, УЗИст посмотрит и скажет, да, увеличенные лимфоузлы брюшной полости. Немножко как-то они великоваты, скажет он вам. Это одно положение дел. Если вы увидите, что лимфоузлы настолько крупные, что они пальпируются, это уже характерно для злокачественного образования. Больше того, если это крупный лимфоузел, так вы можете взять биопсию и убедиться, есть там злокачественные клетки или нет. Есть ли там крупноклеточная лимфома или нет. Если вы стараетесь отличить хорошо дифференцированную клетченую лимфому от воспалительного заболевания кишки, это уже сложно. Это уже сложная патологическая задача. Настолько сложная, что я даже хочу сослаться на одну публикацию. Здесь пытались различить лимфому и воспалительное заболевание кишки. Что они установили? Нужно, чтобы аж три патолога, может быть, посмотрели, использовали специальные окраски, дистохимические окраски использовали. И после этого еще, может быть, далее на ПЦР отправили. Вот только тогда, наверное, можно было бы подтвердить или опровергнуть один или другой диагноз. Это я к тому, что различить высоко дифференцированную лимфому от воспалительного заболевания очень сложно. Собственно говоря, это занимает время, это дорого, это нельзя считать подлинно рутинным алгоритмом. А зачем, в принципе, у любого животного выполнять лабораторные пробы? Зачем? Только если результаты этой пробы как-то повлияют на лечение. Если результаты ничего не изменят, так сказать, в вашей жизни или в лечении, зачем тогда выполнять эту лабораторную пробу? Это трата времени и денег. Вы выполняете пробу только в том случае, если это как-то скажется на необходимости назначать другое лечение, на необходимости подбирать какую-то конкретную терапию. Вот мы говорим, что мы хотим различить воспалительные заболевания кишки и лимфому высокой степени дифференцировки. Если это мелкоклеечная лимфома, вы будете лечить хлорамбуцилом и стероидами. Если вы будете лечить воспалительные заболевания кишечника, тяжелые воспалительные заболевания кишечника, будете лечить диетотерапией, хлорамбуцилом, стероидами и метронидозолом. Чего здесь общего? Стероиды и хлорамбуцил. На меня иногда даже за это злятся мои коллеги. Но скажу вам честно, может быть, в будущем, конечно, как-то ситуация изменится. Но ведь сегодня тяжелые воспалительные заболевания кишечника мы лечим-то, по сути дела, точно так же, как и мелкоклеточную лимфому кишки. Очень и очень сходным образом мы их лечим. Стероиды, хлорамбуцил. И даже если это лимфома, ну дадите вы метронидозол, не повредит. Дадите вы специальный рацион, не повредит. Считайте, что лечим одинаково. Мы считаем, что они сходным образом реагируют на лечение. Мы считаем, что у этих животных сходная продолжительность жизни. Тогда спрашивается, зачем различать? Честно говоря, не знаю. Я считаю, что на сегодняшний день и вопросов такого не стоит. Приведем пример еще одного животного. Поставили диагноз мелкоклеточная лимфома. Начали лечить. Через три года у животного развелось заболевание почек. К лимфоме оно не имело отношения. Животные усыпили. Взяли посмертный биоптат. Здесь, конечно, посмертный аутурис. Но, тем не менее, видно. Видны в арсинке кишки. Кишка абсолютно нормальная. Практически нормальная. Это три года после постановки диагноза лимфомы. Мелкоклеточная лимфома у кошки. Как правило, это заболевание, которое хорошо поддается величине. Посмотрите. И хотя с научной точки зрения кажется важным понимать, это лимфома или это воспалительное заболевание кишки, с точки зрения практикующего врача я не вижу в этом смысла. И еще один клинический случай, наверное, заключительный на сегодня. Это кошка, который... Хозяин у нее был один из наших студентов. У кошки было много репродуктивного свойства проблем. У нее пиометра потом развелась. Ее лечили простагландинами, потом кастрировали. В общем, весь букет заболеваний репродуктивного свойства, какой только можно себе представить. Данные физикального обследования более-менее приличные. У кошки только диарея, больше ничего. У кошки просто диарея, и все. Но вот диарея зато очень тяжелая. Всякий поход в лоток совершенно страшный, неприятный. Сейчас я покажу, чем мы ее лечили и что мы делали в следующий год. В течение года мы несколько раз брали анализы крови, проверяли на вирусы. Я не знаю, сколько раз мы анализы фекалий выполняли за этот год. Потом мы выполняли эндоскопию, биопсию аж два раза. Мы увидели умеренное или выраженное гетцитатарное воспаление. Мы сеяли анализы у этого бедного животного на сальмонеллу, компилобактер, на разные патогены, включая дрожжеподобные грибы, уже не по первому разу. Видите, что-то по три раза, что-то по четыре раза. Это животное получало диетотерапию. Посмотрите, девять разных рационов пробовали у этого животного в качестве эллиминационной диеты. Ничего не получилось. Посмотрите, чем лечили. Телозеном, преднизолоном, метронидозолом, месиламином, амоксицелином, хлоробуцилом и многими другими препаратами. В принципе, это животное получало все возможные виды лечения. Посмотрите. Эта кошка, наверное, получила просто все, что мы обсуждали в нашей презентации. Ну, естественно, и УЗИ, и методы визуализации все, какие мы обсуждали. Все, что угодно. Что сделать дальше? Следующий шаг. Хирургическая биопсия. Хлоробуцил в высокой дозе. Циклоспорины. Дать более мощной антибиотики. Просто все бросить и заплакать. Или попробовать имперически еще что-нибудь. Ну, если не удлинять, скажу покороче. Была ошибка в постановке диагноза. Мы уже сделали все, что вообще возможно. Может быть, мы что-то сделали не так. Вот тот вопрос, который стоило себе задать. Может быть, мы что-то просмотрели. Может быть, надо что-то повторить. Итак, энтеропатия у кошки, которую иногда сложно поставить, иногда легко. Некоторые кошки реагируют только на ограниченное количество рационов. Может быть, стоило попробовать еще рационов. Но мы и так семь попробовали. Но ни один, никак. Может быть, хочется дать другие препараты этой кошки, другие методы исследования назначить. Думаю, что надо опять начать сначала и подумать, что не так. И вот мы сели, подумали. У кошки было воспаление в толстой тиште. Никак не реагировало животное ни на хлорамбуцилл, ни на преднизолон, никак. Может быть, это даже и не воспаление. И амоксицелин был, метронидозол был. Ну, любые бактерии, наверное, от этого погибнут. Этого не случилось. Дали восемь рационов. Тоже никак не пошло. Но некоторым животным нужны особые рационы. У некоторых очень узкий диапазон тех рационов, которые они переносят. Иногда, если ничего больше не работает, стоит начать сначала, начать с рациона и подбирать еще и еще и еще до тех пор, пока не найдем хорошего рациона. У меня такое ощущение, что время мое заканчивается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok